Это мешок амбу. То есть на случай остановки дыхания он работает, подсоединяется масочка к нему, и ребёнок может раздыхиваться непосредственно в движении. Юлия Романова в свою сумку складывает всё необходимое. От расходных материалов до оборудования, которое подбирается под диагноз каждого малыша. Список составляется с учётом потребностей семьи, где есть ребёнок с тяжёлым заболеванием, которое не подлежит стопроцентному лечению. Когда всё нужное собрано, бригада в составе медсестры, врача-педиатра и анестезиолога-реаниматолога готова к выезду. Есть определённый список аппаратуры, и она уже есть у нас в наличии, которые мы можем привезти, показать, как она работает, обучить маму. И всегда в любой момент мы с ними на связи. То есть создана специальная группа в Айбере, которые нам в любое время 24 на 7 могут задавать себе вопросы. Оборудование, с которым бригада приезжает к ребёнку, остаётся на руках у родителей. Так, семья Плотцевых получила инсуфлятор-аспиратор. Проще говоря, откашливатель. Его цена на рынке начинается от 500 тысяч. Учитывая сопутствующие расходы, сумма неподъёмная. У маленькой Полины проблемы начались ещё с родильного зала. На пятый день девочка перестала усваивать еду, а через месяц потеряла зрение. Сегодня поддерживающая терапия – её единственная надежда на жизнь. Постоянно вот на зонде, постоянно нам нужен электроцесс. Сейчас мы перешли, слава богу, к 9 мая у нас в нашу поликлинику, нам как палеотинку принесли хорошую штуку, называется откашливатель. Потому что кашля, как такового, уже нет. То есть не справляется, всё не хватает, кашля нет. Всё это застаивается. Ранее Полина каждые два месяца лежала в стационаре, где и была доступна палеотинная помощь. Сейчас в Ульяновске работают две выездные бригады на базе детских поликлиник номер один и номер три. Они охватывают лишь правобережье города. На учёте стоит 106 детей. В настоящее время составляются технические задания в рамках приобретения медицинского оборудования. В детской городской клинической больнице выделено 8 миллионов рублей для оказания данного вида помощи. В силами больницы мы обучили 12 специалистов, которые входят в состав данных бригад. Это врач-реаниматолог, анестезистка, врачи-неврологи и детские врачи-педиатры. В будущем выездные бригады начнут работать по всему городу. Сейчас подготовка здравниц на стадии получения лицензии и подготовки специалистов.